Ты деребанишь землю. По-перше, заборонав процеда. Это больше для работы в Верховной Раде. Ты сейчас по 50? Да ну, не. Я же на базар отвечаю. Зеленский, конечно, до любителя. Солидоров, я не могу. Я ищу. На Мерседесе. Там обетон. Получается? Кто? Всем привет, я Стишенко Анна, специальный корреспондент. И вы смотрите «Политики тоже люди». Мы их выбираем, а потом ненавидим. За коррупцию, невыполненные обещания. Иногда вообще складывается впечатление, что они не понимают, как живет простой народ. Но сегодня мы сравним. Сегодня мы пойдем в гости к народному депутату, слуги народа Ольге Василевской-Смоглюк. Поехали. Что я вижу, это вот интересно, жаба возле входа. Что за жаба? Я сомневаюсь, что она золотая. Нельзя сомневаться. Сомнения порождают хаос и ведут тебя к гибели. Цю впечатку мне подарила моя подруга, разом с которой мы нещодавно засунували мобильную палеоативную допомогу. Я вижу, есть домашние животные. Это уже настоящие? Я думаю, что нет. А кто подарил? Подарил близкий друг, который когда-то занимал высокую посаду. Теперь не занимаюсь уже несколько лет, но другом остается. Кто именно? Можешь показать что-то? Ну, кто именно? Я не могу сказать. Без дозвола. Значит, я выкрил копию? Ну да. Такая карета или машинка. Что это? Да. Но человек для меня очень ценно и приятно. Такая подарка. Я боюсь спаловать. Может это золото? Я сомневаюсь. У меня дети не играли. Ага. Все нормально тогда. Так. Я вижу у тебя минури стоять, да? Нет. Ханукьи, да. Угу. Вы отмечаете? Ну так чисто ритуально, только для того, чтобы дети знали, кто они и звони они походят. Без фанатизма. А это что? А это мне подарил Евген Гордецкий, основник маршу Бабин Ярд. Марш памяти Бабин Ярд. Он сказал, что он гулял по Парижу, увидел эту свечку, понял, что она мне очень нужна и что я похожа на эту барышню. Ты плачешь черными слезами? Это нафта. То есть, а почему похожа? Потому что я... Ты разрушаешь правила и follow your heart. Так. Я больше интуитивно живу. Моя человек говорит, что я слишком импульсивна. Потому что сердце у меня кличе на новые завершения и я слушаюсь. Оля, что за пьедестал прямо на кухне так красиво? Такое дорогое шампанское Дон Периньон 2008, 2008. Это... Причем слышу полное. Любишь шампанское? Не, мы не вживаем. Я очень люблю виски. Ну, в смысле, не очень люблю и сегодня вживаю. А вот если я выпиваю на какое-то свято, то я люблю больше мощные напои. Потому что от слабых напоев я засинаю. Это подарки? Кто дарит? Ну, дарую. Да. И очень ображается, если я не беру а не беру. Потому что я не беру. И принимаю все как личное образование. Так, а ты говоришь виски? А где виски? Виски? Ну, вот, мабуть, виски. Но это тоже какие-то подарки. Чивас. Мы не пьем. Ну, ось виски. Все закрыто? Да. Это подарок. Мне больше нравится. Грилка шаббат шалом. А кто подарил ее тебе? Игорь Корш. Нещодавно мы собирались в офисе бабиного Яра. Игорь Корш мне подарил. Показывай нам, что у тебя в холодильнике. Красивая красная рыба. Много. Ну, это рыба из завода. Я вчера... Я была в Димаре. Да. У нас там есть завод МПП. Малое приватное предприятие РИФ. Они занимаются обработкой рыбы. Маринуете? И потом свежую? Да. Не ты маринуешься? Может? У меня да. Есть фрукты, есть мясо. Это грибы тоже из нашего округа. Из Димарского лесгоспу. Белые. Белые грибы, да. Ты их сама консервируешь? Нет. Это уже было готово. Вони продаются майже в каждом лесгоспе. Есть магазин, где можно купить березовый сик за очень приемными цінами. Белые грибы и другие продукты леса. Супер. Березовый короб. Где красная икра и лобстеры? Мы не вживаем такого. Вижу домашняя курица. Это фермерская, может быть. Да, это правильная. 119 гривен. Тушка. Курица. Так, есть клубника, есть очень-очень много овощей. То есть вижу и спаржа, и помидоры. То есть основная часть вашего... Овощей и мяса. Это овощи. Спаржа меня, до речи, навчила есть моя коллега депутат Вика Кензбургская, с которой я товарищу. Тебе часто сюда приходят депутаты и друзья? Не часто. Самые депутаты не часто. Вика была в Кензбургской. Был Саша Горенюк с дружиной и маленьким сыном. Власне, с депутатами это, мабуть, все. А основная часть твоих друзей это люди из твоей молодости? Возможно, учеба или кто? Да, это мои подруги из студентских лет. Та же Зоя Максимова, с которой мы товарищем уже больше 10 лет. До речи, познакомились в хосписе на съемках. Как-то депутатство поменяло твои отношения с друзьями или нет? С правильными друзьями нет. Лише с деякими коллегами, которые не могут пережить то, что я покинула профессию и пошла в политику. Это такая украинская жаба по-журналистски. Можливо, это связано с тем, яку я партию обрала. Можливо, действительно есть какие-то другие перепоны в спілкувании и даже ненависть. Оль, я вижу много фотографий. Ты на фоне Верховной Рады. Но нет ни одной фотографии с отдыхом. Хотя по декларации я видела, что за прошлый год вы потратили порядка 200 тысяч гривен на отдых. Куда вы ездили? Мы ездили, здаясь, в Туреччину и брали с собой большую родину. И была моя подруга с дитиною. Я платила и честно внесла в декларацию, чтобы потом не было... Так на Мальдивы ты не летал? Это правда, что Владимир Зеленский, президент, запретил части фракции «Слуга народа» полететь на Мальдивы на Новый год. По слухам, как мы знаем, определенная группа Ильи Павлюка даже сняли чартерный самолет, чтобы полететь, все вместе отдохнуть. И президент это узнал и запретил. Насколько я понимаю, самое так и было. Вот. Але, чи полетели вони в решті раз, чи не полетели, я не знаю. Сдається, что полетел. Так и трошки не туди. А куда? В каком управлении? Можливо, в Европе. По-скромному, да? Но тоже все вместе. Получается? Это нужно больше. Бренды? Ну, какие? Это, как Фабиана Филиппи. Я ее купила в Хмельницьком. Не знаю, чей справжний. Не схоже на справжний? Да. Да. И за сколько ты его купила? Это было в прошлом году. Такая тонкая. 1000 за 10 костюм. Это украинский бренд. Мне очень нравится. Он из шовковой платы. Ну, это, конечно, Верховная Рада. А я с жакетом нашу. Это украинский бренд. И сколько стоит такое платы? 7000 гривен. 7000 гривен. Это украинский бренд. Это украинский бренд. Это украинский бренд. Да. Ну, ничего. Тоже так. Дешевший, чем Макмара. Да, ну, нет. Это эскадо. Красиво. Яку я придбала на распродаже. Эскадо. И у Оли 34 размер. Если вы хотите купить мне эскадо, вот. Купите эскадо, платьте. Но это дорогое платье. В НОКО стоит тысяч семь. Семь-висим. Какая самая дорогая вещь в твоем гардеробе? Дорогое сердце, я надеюсь. Финансово. Ну, будь таки, вот, за пальто. Так за сколько ты его купила? Ну, признавайся. Я тебе потом покажу. Чек. Ну, за 700 долларов. Может, даже трошки дешевше. Это мои весельные туфли. Покажи мне. Ну, им уже 100 лет. Касадей. Ну, не грязный чуть-чуть. Ну, я их купила точно до того, кстати, народных депутатов. До депутатов. Да. Вони тогда, до речи, не мало. На сколько? Долларов 700? Да. Вони тогда, это был 2015-й рік, они коштовали что-то 8 тысяч гривен. Оль, тут прям вдвоем и не поместишься. Ну, сори. Так, а вот эти вот красные туфли? Это Max Mara Weekend. Они недорого. Показывай ближе. Это Stuart Weisman. Это я нещодавно купила. Да. Я сейчас пригадаю. Тысяч за семь. Значит, если кто-то Оле захочет подарить брендовые туфли, Оле 37,5. Видите, у меня мало туфель. Не подделка. Потому что настоящие туфли обязательно можно купить половинку. 37,5, конечно. Да. То есть не фейки. Ты фейки не носишь? Не, но мне все равно где купить. Я могу купить в Massimo, в Zara. Скажи самые дорогие свои туфли. Самые дорогие туфли? Ну, эти, мабуть, тоже Кассадей. Да. Это новая коллекция. Да. Тоже Кассадей. В общем, Оля любимая марка туфель – это Кассадей. Хороший выбор. Так. А теперь мы пришли смотреть твои сумки. Я просто реально боюсь тебя уже разочаровать. У меня их не много на самом деле есть. Это марокко. Очень демократичная. Мама мне купила, она ездила в круиз по морю и купила мне на каком-то корабле. И мне подобается, потому что она такая функциональная. Они не делают вещи из кожи? Ну, да. Мама подарила. Мне подобается. Долларов 200 максимум. Ну, это же мама подарила. Это мне подарил колышний народный депутат Украины политик на 8 березня, когда я еще не была народным депутатом. Это Лоев. Что-то ты ее не носишь. Ну, вона маленькая, я люблю великий. Я люблю такий. А кто подарил? Народный депутат. Восьмого столыканья. В какой фракции хоть наметим? Европейская солидарность. Европейская солидарность. Европейская солидарность. Я люблю тебя. Так. Это с этой сумкой, ты мне рассказывала, тебе запрещают ходить в Верховную Раду. Да. Боже, она прямо пахнет так. Я даже тебе потом скажу, чем. С кожей? Да. Сколько ты ее? Ця коштует, по-моему, 1015. Очень стильная. Ну, вона человеку не подобается. А почему? Вона велика. А он любит, чтобы я носила подборы, маленькие сумочки. Показывай сумочку Фергамас, которую я тебе... Это сумочка Лоев, которую я купила в Стамбуле. Вона так делается. И в ней... У меня главная ценность сумочки, чтобы она была вот так вот можно было носить через плече. И чтобы туда помещался планшет или компьютер. Сколько ты ее купила? Вона была на сейле и коштовала 10700 евро. Мечта. Это каждой украинке подержать сумочки депутата. Однажды, однажды мечта сбудется. Однажды ты проснешься ночью и поймешь, что-то не срослось. Ну, с сумкой, да. Вот с этой сумкой я и сфотографировала. Ты писала, что ты ее давно купила. Соледора Фергама. Да. Ну, очень удобно. Очень. Вечная вещь. До депутата поездка. Я ее купила влитку 2019-го. Сколько? Не помню. У нас ботики. У нас, да. Но не помню. Ну, ты же можешь найти, сколько они кошдаются. У меня еще МІУМІУ. Ведреставрована. Я ее уже 12 лет. Ведреставрована. Ты ее помнишь? Да. 100%. Мы, когда с тобой ходили в Верховную Раду, были журналістками. Я ее носила. Я ее уже 12 лет. Я ее отреставровала, потому что она была уже не такая. Так. Норковых шуб и соболей нет? Нет. У меня есть норковая шуба. Но я ее уже не очень не очень. 10 лет назад, когда я ее купила. Это было в тренде. Это было не то, что в тренде. Это было капиталовкладывание. Сейчас это Мовитон. Вижу Хонда и Версадес. Эти два автомобиля, согласно декларации, ты купила в прошлом году. Хонду я купила в 2011-м году. Просто занесла декларацию. Она была сначала в декларации. А Мерседес? Хонда уже давно. А Мерседес 2015-го випуску я купила в прошлом году. Что за модель? Сколько она стоит? Это модель GLK. Нет. Игорь. CLK. Есть декларации? Да. Какая-то модель. Ты ездишь? Да, я. За рулем одной или второй? Нет. На Хонде ездит Игорь. А я езжу на Мерседесе. На Мерседесе. Ну, если я уже сюда сяду, то я бачу ретики. Можешь лиц и статус. А здесь вообще такая серьезная установка. Прям с газом? Да. Можно. Я сжиму. Тут качка. Класс. Кто делал? Разум мы с человеком. Я яблоко. Фаршировала. Ты что-то добавила? Угу. 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 Сколько обходится в месяц содержание такого дома? Газ коштует по лечильнику. Десь в зимку тысяч пять, мабуть. Ну, это, если такая зима морозная. И обслуговывание коштует две с половиной тысячи гривен. А? Угу. Угу. А свет? Ну, и светло десь в гривені семьсот. Ну, треба в Игоря запитати. То есть общий ценник средний? Ну, в зимку это досить таки немало. Тысяч восемь. А влитку дешевше три тысячи гривен. На продукты питания вы тратите в месяц сколько? Десять тысяч гривен. Десять тысяч гривен. Твоя зарплата в месяц? Тридцать три тысячи гривен. А с депутатскими? Разом з депутатскими кошти 42 тысячи гривен сягают. Это, если ты ходишь и голосуешь все 100%. Если нет, там выраховываются кошты. Но депутатские кошти у меня идут на получение шести приймалень. И на получение оплаты работы людей, которые сидят в этих прийманиях. Будучи журналисткой, ты 100% зарабатывала больше. Об этом говорит твоя декларация. Зачем тебе тогда нужна политика? Деньги — это особняк в Сарасоте, который начинает разрушаться через десять лет. А власть — старое каменное здание построенное на века. По-перше, это интересно. Я уже все достигла в журналистике, что хотела. У меня были гучные расследования, криминальные повреждения за мотивами моих расследований. Были судовые позовы на меня, которые я выигрывала. Я была известной журналисткой. И, в основном, все, что я хотела, то, что я пошла, я сделала. Останний мой проект на 1 плюс 1 был по Data Science. То есть мы делали статистические исследования и их потом выяснили. Такого в украинском телевидении еще не было. Поэтому я все сделала, вычерпала себя как журналист. И мне очень нравится политика. Мне нравится то, что я делаю. У меня было очень много законопроектов, которые стали законными уже. Ну что, покажешь нам, как ты работаешь теперь? А сейчас мы едем на 96-й округ, который находится под Киевом, где 2 года назад и была избрана народным депутатом от «Слуги народа» наша Ольга Василевская-Смаглюк. Ну вот, посмотрим, как она вообще общается с людьми, избирателями. Алло. Алло, Оля, привет. Да, привет. Ну что, ты нас ждешь? Конечно. Да. Ну мы едем. Что ты так приташишь? Ты приташишь? Ай! Ну, переживаем. Ответственная работа. Нет. Давай, до встречи. Я же на подарок встречаю. Алло, гараж. А Ольгу Василевскую-Смаглюк знаете такую в Верховной Раде? Так. И что вы можете сказать про ее работу? Хорошая женщина. Хорошая. А что она сделала для священника? Гарается все, но она все сразу не может сделать. Оля, а это твоя мобильная приемная? Так, это моя мобильная приемная. Оскільки у меня округ величезный, без перебольшинь. Чтобы не открывать стационарные приемные в селах, або в маленьких местах и селищах, мы ездим мобильную приемную для того, чтобы это было логистично лучше и людям удобнее, чтобы не добираться. Скажи, вот ты реально ездишь в этой машине? Так. И иногда принимаешь прямо здесь людей? Да, у меня там есть одежда на любую погоду. У меня там есть водичка, дезинфекторы, маски. И интересная книжка, как общаться с психами. Это больше для работы в Верховной Раде. Реально помогает? Ну, я еще не дочитала. Хорошо, а где остановилась? О, я смотрю, тут закладка должен есть. Да, я ее купила на заправке вчера. То есть ты так нормально уже купила? Да, сегодня дорогой на Полісся я ее читала. Уявить своих наставников. Хорошо. То есть это в Верховной Раде основная часть это психи? Ні, но доводится спілкуватися с разными людьми. Там, до речі, описано, что каждый из нас есть люди с разными своими тараканами в голове. Тому согласиться, как и для себя, так и для коллег. У тебя какие таракани? Главный таракан твой? Подвищение правительства справедливости. Я не покрываю школу. Стоп! Знаете, о чем люди не любят говорить? Хейт о ненависти. Мне хорошо знакомо чувство ненависти. И зарождается оно здесь, глубоко внутри, где оно возревает, пенится. У меня один вопрос. Какие впечатления твои? Такой трэш каждый день? На каждом приеме, граждан? Я не считаю это трэшем. Это жизнь. Ее нужно воспринимать такой, как она есть. Люди в этом варятся каждый день. Чувствуют себя обманутыми. У них низкий уровень жизни. И это можно понять. И это, конечно, накладывает на отпечаток, на то, с чем они сюда приходят. Большинство просто хотят, чтобы их выслушали. Это часть моей работы, и я ее воспринимаю именно вот так. Хорошо. Смотри, я вот зачитаю твои предвыборные обещания. Наведу порядок землеотводов от застройки. Уберу все незаконные свалки. Проконтролирую деятельность предприятий, которые могут быть причастны к загрязнению водоемов. Дальше. Остановлю незаконную вырубку деревьев. Проконтролирую безопасность наших детей. Заставлю установить, кстати, вот где камеры видеонаблюдения на каждом здании. Есть? Ну, что касается камер, то их стает все больше. Потому что сейчас, за опытом Министа Киева, Диа Сити установлю камеры и в других населениях пунктах, которые вокруг столицы. Вот. Но, поскольку это все лягает на громаду, то... Переходим. И нас пропускают. Власне, это очень затратно. Обережно народный депутат. Оль, ты, наверное, знаешь, что слово и дело посчитали, что ты выполнила только 12% из 100 всех своих премвиборных обещаний. Почему не случилось, не сложилось? Ну, по-перше, у меня еще есть время. По-друге, что касается вырубки деревьев. Мы решим эти вопросы, ставим их на контроль, но они очень точечные. Оль, смотри, ты говоришь, что тебя там кошмарит забудованный комиссовый. Но, как мы знаем, да, в последнее время в телеграм-каналах появилось просто море информации о том, что именно ты деребанишь землю, занимаешься на месте шкурничками, как ты говоришь твоими словами. Да, унитазами торгую. Унитазами тоже торгую. Крышую Чернобыль. Чернобыль крышуешь. Мужа своего крышуешь. Крышуешь мужа, да, продвигаешь его во все органы. Ты мне скажи, это правда? Конечно. Ты за базар тут отвечаешь? Конечно. На самом деле за базар должен ответить заказчик этих… Это не информация, это фейк. То есть, каждое слово может быть опровергнуто в суде и документами и всем на свете. То есть, это человек мстит за то, что ему… Это один человек? Да. Политик? Может два. Народный депутат? Может группа? Народный депутат? Может и народный. Может и народный депутат? Народный. Народный депутат, которого исключили из фракции «Слуга народа»? Ну вы бываете дома у мамы в гостях? Ну вот и я бываю. Могу я на его машине поездить, если захочу. В пентлине выступаю. По майбану не выступаю. Мама любит скорость. Любит скорость. На самом деле, я решила для себя так. Пусть это будет на совести одного этого депутата или группы людей. Потому что воевать со мной бессмысленно. Я не читаю эти телеграм-каналы. Конечно, мне неприятно. Я не совсем понимаю, за что это. Возможно, это за то, что не удалось взять меня под свой всеобъемлющий контроль. Смотри, тебя очень часто называют человеком Игоря Коломойского. Не, мы туда. Не-не, мы идем внутрь сюда. Да внутрь мы не идем. Идем. Мы с тобой идем пофе пить. Уберите руки. Да идем пофе пить, дружись. Для тебя это не секрет. Ты очень долгое время работала на 1 плюс 1 в телеканале Игоря Валерьевича. А ты его лично знаешь? Да. Знакома еще до того, как перешла на 1 плюс 1. Не знаю. Откуда? Мы с ним встречались на нескольких форумах еврейских. После этого мы встречались на инаугурации Януковича. Куда мне удалось пробраться? По липовому приглашению. Да, конечно, мы знакомые. Я не стесняюсь. Я как человека, он не один раз по-человечески, в личном моем вопросе, когда я еще не работала на 1 плюсах, он уделил мне внимание. Я ему за это благодарна очень. Просто как человек. Не расскажешь в каком? Это был вопрос с болезнью близкого для меня человека. Ну, он просто попытался мне помочь. Он лично тебя взял на 1 плюс 1? Нет, на 1 плюс 1 меня взял Александр Владиславович Ткаченко. Ткаченко. И Сергей Попов был моим шефом. Покойная Лена Несмеян тоже. Я с большой теплотой вспоминаю. Оль, ты человек депутат Коломойского в Раде? Такой странный вопрос. Почему? Я народный депутат, избранный по 96 округу. Я стараюсь общаться со всеми. И могу сказать, что те люди, с которыми я общаюсь, ничего от меня не требуют. Последний вопрос. Оля, так политики тоже люди? Конечно. Почему? Потому что они не роботы, они тоже люди. Они приходят в основном с какими-то своими амбициями, нереализованными комплексами, с какими-то своими обидами. Кто-то приходит со светлыми целями, разочаровывается. И все мы люди. Я не могу сказать, что мне менее комфортно в Раде, чем мне, например, было комфортнее на 1 плюс 1 в начале. То есть меня там тоже съедали, гнобили и так далее. Но потом просто мне удалось эту позицию свою выработать и стать членом этого сообщества. Верховный Рад это такое же сообщество, как и любая корпорация. Обязательно подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, а политики тоже люди? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!